МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей. В студии Султанья Стакаева. Сегодня в программе. Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь. Единовременную мат-помощь для завершения строительства дома получили 158 семей. В Симферополе провели рейд по выявлению на нарушение контрольно-кассового процесса. На что жалуются жители микрорайона Акмичеть и когда будет решена их проблема? Какие сюрпризы и подарки на Новый год получили маленькие жители Большой Ялты? Соединяя берега, поезд Таврия прибыл в Симферополь из Москвы по Крымскому мосту. Состав под номером 27 преодолел путь с длиной порядка 2000 километров за 33 часа. Как его встречала южная столица, расскажет Диана Бекмамбетова. Поезд Таврия прибывает на вокзал Симферополя. Двухэтажный состав из Москвы пересек Крымский мост. Теперь железнодорожное сообщение с континентальной частью России налажено. Пассажиры прибывают под песню «Мой Симферополь – ворота Крыма». Вокруг царит атмосфера праздника. Сотни людей собрались на перроне ЖД вокзала. Встречают родных, близких, друзей. А кто-то пришел, чтобы стать частью исторического события. Мы так ждали, когда наконец-то откроется железнодорожное сообщение, и мы будем уже навеки связаны. Сегодня Майя Гулида встречает свою маму. Для нее забронировала билеты в первом вагоне. Дочь позаботилась об этом сразу же, как только узнала о возобновлении железнодорожного сообщения. Мы здесь без бабушек живем, поэтому решили в тепло ее привезти. Правда, не очень похолодало. Не очень тепло, но… Погода не портит настроение от долгожданной встречи, да и впечатления от поездки только положительные. В новые поезда включены вагоны повышенной комфортности и купе. В них предусмотрено индивидуальное освещение, розетки, кондиционеры, USB. Так здесь прекрасно. В поезде это вообще такая обслуга. Очень такие хорошие проводницы. Это вообще. Это очень-очень хорошо понравилось. В честь знаменательной даты силачи Крыма установили новый рекорд. Они буксировали состав из 12 вагонов. Общий вес около тысячи тонн. Таких попыток в мире еще не было. Давай! Молодцы! Огонь! Молодцы! На вокзальной площади открыли выставку «Соединяя столетия». Крымчане и гости полуострова могут ознакомиться с историей Крымской железной дороги. Если описывать за момент ее существования, можно считать 145 лет. Отчитывается дата от 14 октября 1874 года, когда было запущено движение от Мелитополя в Симферополь. Эпохальное событие объединяет города, семьи и едва знакомых людей. Пассажиры и встречающие уже вошли в историю. В канун Нового года свершаются разные чудеса. Одно из чудес – это сегодняшнее прибытие железнодорожного состава. С этой точки опять начинается новый виток развития Республики Крым. Строительство железнодорожной части официально завершилось 18 декабря этого года. Для этого трудились 15 тысяч строителей со всей страны. Крымский мост соединил Керченский полуостров с Таманским. Первый состав прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга. Старт движению дал президент России Владимир Путин. Планы на будущее не менее глобальные. Перевозчик наладит скоростное движение электропоездов от аэропорта в крупнейшие города Крыма. В Крыму укрепляется межнациональное и межконфессиональное согласие. Об этом сообщил Сергей Аксенов на заседании Совета при главе Республики. Участники обсудили состояние и потенциал народной дипломатии на полуострове. Благодаря работе Совета, все даже изменения, которые позитивные происходят, они происходят исключительно исходя из того, что у нас мир, дружба, уважение между людьми разных национальностей, вероисповеданий, это фундамент, это залог и основа нашего социально-экономического развития. И то, что произошло сегодня, я имею в виду, это первый поезд пришедший, в том числе, это тоже есть заслуга, ну, как и других там должностных лиц, там, тех строителей, но и в этом большая роль нашего межнационального совета. Слава Богу, сегодня у нас мир, спокойствие в Крыму, у нас есть чем радоваться и думать о завтрашнем. Сергей Валерьевич, это Ваше отношение сегодня по национальности, религиозным деятелям, деятелям, религиозным организациям, то, что вы не делите на своих, на тюжи, это для нас, наверное, самое счастье. Участники заседания отметили, в Крыму наблюдается стабильно, спокойная обстановка в общественно-политической, межнациональной и межконфессиональной сферах. Следует отметить, что общественно-политическая стабильность, многонациональное и межконфессиональное согласие, которое мы смогли не только сохранить, но и укрепить в республике, во многом стало возможным благодаря эффективной реализации стратегии государственной и национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. И лично вашей, уважаемый Сергей Валерьевич, поддержки. На совещании также обсудили установку памятника 77-й стрелковой дивизии в крымской столице. Глава обещал оказать максимальную поддержку. Помимо этого, Сергей Аксенов подчеркнул, что планируется увеличить финансирование международных выездов представителей крымских национальных общин. Руслан Бальбек вошел в топ-5 самых цитируемых и упоминаемых депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Лидирует в рейтинге председатель Госдумы Вячеслав Володин. Далее следует лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. Такой рейтинг опубликовала газета «Коммерсант». 158 человек получили материальную помощь на завершение строительства домов. Бюджетом на материальную помощь изначально было выделено порядка 18,5 миллионов рублей, но при содействии властей Республики ведомств эту сумму увеличили до 35 миллионов рублей. Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек и председатель Госкомнации Альберт Конгиев торжественно вручили людям соглашение в Симферополе. Эльмас Аблакимова знает больше. Госкомнации людям вручают соглашение о предоставлении материальной помощи. Деньги на завершение строительства домов сегодня получили около 20 счастливчиков со всего Крыма. Они смогут сегодня в новогодних настроениях принять этот подарок от государства по большому счету и завершить свои жилища строительством и создать более комфортные условия проживания. Среди тех, кому повезло получить такой подарок к Новому году, семья Ибраимовых. Они живут в Евпатории, в микрорайоне «Спутник-1». С двумя детьми в небольшой комнате у родителей. Супруги давно хотели переехать в большой дом. В 2015 году приобрели участок для строительства. С этой стороны у нас будет зеленая зона вдоль забора. Высадим здесь фруктовые деревья, чтобы дети летом могли кушать фрукты свои. Во дворе, где сейчас лежат стройматериалы горы, щебня, супруги планируют разбить клумбы, построить гараж и детскую площадку. Своими руками за полтора года они возвели дом и подвели коммуникации, свет и воду. Вложили камень, складку, штукатурили. Вот все, что вы видите, в основном своими руками. За помощью обратились полгода назад. Конечно, нужно обращаться, нужно узнавать. Мы сдавали документы в июле месяце этого года. И вот буквально на прошлой неделе нам позвонили, сказали, что выделили нам деньги. На полученную матпомощь Ибраимова планирует купить окна в дом и надеется встретить следующий Новый год в новом доме. Бюджетом на материальную помощь в этом году было предусмотрено около 18,5 миллионов рублей. Но при содействии власти республики эту сумму увеличили. Так, 33,5 миллиона рублей на строительство своих домов за год получили 158 человек из числа реабилитированных. Эльмас Аблакимова, Эрвина Миралейф и Рафаэль Вахидов, телеканал Милет. Жители микрорайона Ак-Мечеть просят о помощи. По улице Джипара Акима отсутствует инженерная инфраструктура. Чтобы попытаться решить проблему, на место выехали профильные органы. Руслан Минаев с подробностями. Заложить эти ямы. Заложить, потому что к дому невозможно было заехать. Жители столичного микрорайона Ак-Мечеть жалуются. В дождь их улица превращается в полноводную реку, параллельно размывая и грунт, и щебень. А когда осадки заканчиваются, на дорогах образуются едва проходимые ямы. В таких условиях люди живут не первый год, рассказывает Ирина Львова. Вода размывает мягкий грунт, вымывает известняк, песок. И до полуметра вглубь остаются ямы, вот траншеи, каменные траншеи у нас просто. Женщина говорит, что раньше вода уходила в грунт. После строительства дороги по улице Хатыра осадки по уклону стекают на улицу Джипара Акима. Это вот расстояние, там больше километра, длинная улица. С этим вопросом женщина обратилась к депутату Госдумы Руслану Бальбеку. Парламентарий взял ситуацию под личный контроль и на проблемный участок отправилась профильная комиссия. Здесь необходимо строительство дороги с твердым покрытием. Администрация города долгосрочный проект до 2025 года разработала по оборудованию инженерной инфраструктуры. В администрации Симферополя сообщили, что заасфальтируют улицу после установки сети канализации, контракт на строительство которой уже заключен. Но при этом в ближайшее время найдут временное решение проблемы. По превентивным мерам я думаю, что будем рассматривать отсыпку крупным щебнем, так как его меньше будет вымывать и оно на какое-то время остановит вымывание и образование, скажем так, этих оврагов. Работы по укладке крупного щебня проведут в первом квартале следующего года. Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет. Крымские налоговики в предновогодние дни проводят рейды в объектах общепита. Почти во всех готовятся отмечать праздники. Насколько легально проходит процесс бронирования кафе и ресторанов в нашем следующем сюжете. Сотрудник налоговой службы под видом клиента заходит в симферопольский ресторан, чтобы заказать новогодний корпоратив. Бронирует стол и оставляет в залог 5000 рублей. Вместо чека получает бумажку. Кассовый аппарат администратор не включил. На юридических лиц в размере 40 тысяч рублей, на физических лиц, то есть индивидуальных предпринимателей, на 10 тысяч рублей. В данном случае юридическое лицо привлекалось уже ранее. И в этот раз уже будет наложение административного штрафа. В размере 40 тысяч рублей. 30 тысяч рублей на юридическое лицо и 10 тысяч рублей на должностное лицо данного юридического лица. Иногда покупателю могут выдать фальшивый чек с перечнем продукции. В фискальном чеке обязательно должны быть прописаны реквизиты предприятия, номер смены, список товаров с указанием количества, итоговая сумма, QR-код. Для этого надо зайти в приложение, навести на QR-код, который должен отсканироваться. В Крыму более 60 тысяч кассовых аппаратов. С помощью специальной программы сотрудники налоговой службы контролируют их работу. Из всей суммы, заработанной за год заведениями общественного питания, более 1 миллиарда уходит на уплату налогов. В целом крымчане понимают необходимость своевременных налогов. В целом оценить можно положительно, поскольку растет количество добросовестных налогоплательщиков на территории Республики Крым. Этому можно только радоваться, поскольку бюджет Республики Крым увеличивается. Это спасибо и гражданам Крыма, и благодаря совместной работе с Советом министров. Предварительные итоги говорят о том, что 2019 год с точки зрения пополнения бюджета оказался благоприятным. Сотрудники налоговой службы предупреждают, если вам не выдали чек или нарушили кассовую дисциплину, вы можете обратиться на горячую линию ведомства. Номер телефона вы видите на своих экранах. В Симферополе впервые отреставрировали фундамент на территории одного из многоквартирных домов. Договор с подрядчиком заключили 23 октября этого года. Объект сдали в поставленные сроки. На реставрацию из фонда капремонта выделили почти 6 миллионов рублей. Была произведена выемка грунта в районе примерно 1000 тонн. После этого обработана стена фундамента, гидроизоляция произведена, теплоизоляция. По словам председателя многоквартирного дома, здание было в аварийном состоянии, поэтому его отреставрировали вне очереди. Получилось предотвратить проседание этого многоквартирного дома, потому что он стоит на слоистых грунтах. Благодаря этой программе мы получили возможность сделать реанимацию этому многоквартирному дому. Проделанной работой жильцы остались довольны. В Крыму у нас больше 15 тысяч многоквартирных домов. И вот работы в первую очередь происходят, по нашему наблюдению, именно там, где есть такие активные председатели, как в этом доме. Этому дому повезло, потому что и председатель совета дома в этом доме, активный такой товарищ, он прошел обучение у нас, он постоянно интересуется жилищным законодательством. Он знает, как организовать всю эту работу. На данный момент по программе капремонта завершено более 100 видов работ в 80 многоквартирных домах. Более 20 школьников стали финалистами 6-го республиканского открытого конкурса компьютерных проектов «КИД-2019». Все они – будущее информационного пространства региона. Тему продолжит наш корреспондент София Шукурова. В пресс-центре подводят итоги 6-го республиканского открытого конкурса компьютерных проектов «КИД-2019». Ребята делятся своими разработками в сфере компьютерного дизайна, робототехники, веб-разработок, мобильного приложения и социально значимых роликов. Разработал приложение под названием «Интерактив периодик тейбл». Суть приложения заключается в предоставлении пользователям информации об элементах таблицы Менделеева. Я считаю, что его можно внедрить в школу. Финалистов поздравил и наградил ценными подарками министр внутренней политики, информации и связи Сергей Зырянов. Одним из первых подарок вручили ученику 7-го класса МОЛА Академии наук искателя Сану Османову. Юноша занял первое место в номинации «Веб-разработка». Написал про парка Ивазовска, про ее историю. Было сложно сделать главную страницу, чтобы ее анимировать. «КИД» или «Крым» – информация о технологии. Конкурс для тех, кто владеет навыками программирования, умеет строить роботов или же придумать мобильное приложение. Тимур Абдурманов представил на конкурс инновационный проект «Трэвел Краймия» – привлечение туристов в наш регион. Основная задача сайта, который разработал Тимур. Для Крыма тем, что это привлекает туристов, а соответственно развивает нашу экономику, нашего региона. Тем самым мы способствуем улучшению жизни в нем, а также развитию инфраструктуры. В конкурсе могут принять участие школьники среднего и старшего звена, студенты техникумов, колледжей, лицеев и гимназий. Конкурс для поддержки молодых интеллектуалов проходит уже шестой год на базе Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым и предприятия «Крымтехнологии». У ребят некоторые тоже есть хорошие идеи. Естественно, профильно мы будем также передавать дальше, дальше смотреть и специалистов, воспитывать нам же, наше подвесное предприятие. Потому что IT-технологии в Республике Крым тоже развиваются хорошими современными темпами. Сейчас живем в эпоху небольших санкций, но они нам не помеха. Наоборот, мы начинаем развивать наше отечественное программное обеспечение. Так, Республика Крым, наверное, будет скоро впереди планеты всей. В 2014 году количество участников было 40. Спустя 5 лет цифра увеличилась почти до 200 работ. В конкурсе стали активно принимать участие ребята со всех регионов Республики. Все они – будущее информационного пространства региона. София Шукурова, Виталий Голубев, телеканал «Миллет». Новогодняя сказка, театрализованное представление, конкурсы и подарки. В преддверии Нового года для маленьких жителей Большой Ялты организовали настоящий праздник. На нем побывала и наш корреспондент Айша Шулакова. «Медовый хашкалал». «Медовый хашкалал». «Мой сыр». «Нет, сыр мой, потому что я хозяйка Нового года». «Нет, я». В центре внимания персонажи новогодних сказок. В ярких костюмах артисты разыгрывают сценку на детском утреннике в Олубке. На лицах детей радость. В зале царит атмосфера новогоднего волшебства. «Ай, я с беды! Ай, я с беды!» А вот и долгожданный Дед Мороз. Главный герой поздравляет на Крымско-татарском языке. «Ям сама юбаш байрама, ты швенара байрама». Нарядная елка, яркие декорации, активные игры, веселые хороводы. И все это с героями из любимых сказок. «Все развлекаются, всем интересно, все веселяются. Всем вкусно и здесь очень весело. Больше всего мне запомнилось, как люди все собрались. Я думаю, что это правильно, что люди собрались. И те, кто виделись редко, они могут встретиться». Зрителями театрализованного представления стали самые юные жители Большой Ялты. Насыщенная программа пришлась по вкусу и родителям. «Шитарный праздник. Ребенку очень понравилось». «Нам очень понравилось. Спасибо большое. Дети в восторге, играют, танцуют». «С каждым годом все лучше и лучше. И больше народу собирается. Я думаю, что такие праздники нужны для наших детей. Обязательно». Дети с удовольствием читали стихи, пели песни, участвовали в сценках. Дед Мороз и Снегурочка вручали им подарки. Кроме сладостей и билеты в Ялтинскую акваторию и крокодиляриум. Их предоставил депутат Ялтинского горсовета Альберт Куршутов. «Чтоб исполнились мечты, чтобы нагадаем вместе мы». Утренник прошел по инициативе Крымско-татарской молодежной организации «Яшлар» при поддержке помощника главы Ялты Делеви России Дометова и местных предпринимателей. «Самая главная задача была, чтобы дети были довольны, жизнерадостны. И всех хочу поздравить с Новым годом». «Хотелось бы выразить огромное благодарность индивидуальным предпринимателям всей большой Ялты, которые помогли нам в организации нашего мероприятия». После окончания утренника организаторы и персонажи сказок отправились поздравить воспитанников Ялтинской школы-интерната. «Ч guideline на했습니다! Всем менеджеру все! Семнер always on us, and on us. А еще Шулакова Рамазан Алевапов, телеканал «Милет Алубка». Два дня, 29 и 30 декабря, движение по улице Гурзувской будет ограничено. В Симферополе готовятся к ледовому шоу с олимпийскими чемпионами «Щелкунчик» и «Мышиный король». Гороадминистрации просят на это время заменить личный транспорт общественным. Проезд от автовокзала до места проведения шоу будет бесплатным. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом Миллет. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин